МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Первой Карагандинской новости. В студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Реализация государственной программы Нурлы Жол. Депутаты парламента проверили, на что идут бюджетные деньги. Мост через реку Кульса отремонтирован. Первый заместитель Акима области Ассулбек Дюсибаев ознакомился с завершенными работами в рамках визита в Бухаржировский район. Дуэль взглядов. Геннадий Головкин и Кэл Брук встретились в Нью-Йорке на пресс-конференции. Самый ожидаемый боксерский поединок состоится 10 сентября в Лондоне. Обо всем более подробно. На что идут бюджетные средства и как проходит реализация государственных программ. Депутаты мошелиса парламента Республики Казахстан прибыли в Караганду с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с выполнением задач государственной программы Нурлы Жол. На каком этапе строительства объекта образования расскажет Лариса Хусаинова. Средства осваиваются динамично. Подрядчики обеспечивают ввод объектов в эксплуатацию своевременно, говорят мажорисмены. Объектами посещения стали детские сады и школы. В 2016 году на строительство и реконструкцию объектов образования было выделено 2 миллиарда 483 миллиона тенге. В условиях, когда страна испытывает определенные экономические сложности, поэтому очень важно, чтобы те средства, которые выделяются из бюджета, из национального фонда, использовались рационально, использовались своевременно. И мы сегодня договорились с нашими коллегами, которые работают в областном Маслихате, которые тоже наряду с нами осуществляют этот мониторинг, что они усилят контроль за вводом в эксплуатации вот этих объектов. Группа мажорисменов совместно с членами комиссии при депутатской фракции партии Нуратан Карагандинского областного Маслихата посетили два строящихся объекта. Среднюю образовательную школу на 1200 мест и детский сад на 320 мест. Подрядчиками является производственный кооператив «АСПАП». Как было выявлено, в детском саду, который находится на улице Приканальная, все работы прошли в соответствии с графиком. Завершены работы по возведению каркаса здания, монтажу окон, внутренней штукатурки и многое другое. Уже скоро новое дошкольное учреждение сможет принять своих первых воспитанников. Настройки данного объекта с самого начала, с первого дня, с первого колышка. В течение года в установленные сроки объект завершен. Все необходимые технологические, технические и прочие процедуры выполнены. Поэтому объект досрочно завершен. Все строительные монтажные работы. По закону минимально три года, но мы обычно берем сроки больше. В Асфапе так принесли до шести-семи лет. Что касается средней школы в микрорайоне Кингдала, строительство еще идет полным ходом. По всем шести блокам завершены работы по возведению каркаса и укладке кровли. В целом выполненные работы составляют 65%. В июле проведут работы по оснащению здания технологическим оборудованием, благоустройству и асфальтированию территории. По словам подрядчиков, объект сдадут к концу августа текущего года. Лариса Хусейнова, Сламбек Оспан, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области отремонтирован и открыт для движения мост через реку Кульса. Первый заместитель Акима области Салбек Дюсибаев ознакомился с завершенными ремонтными работами. После ремонта увеличились габариты моста, его грузоподъемность. В Бухаржираусском районе с начала года построены и сданы в эксплуатацию три сельских врачебных амбулаторий. Строительство еще двух находится на стадии завершения. С тем, как идет строительство медицинского учреждения в селе Кокпекты, ознакомился первый заместитель Акима области Салбек Дюсибаев. Строительство амбулатории ведется по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020». На эти цели из областного бюджета выделили свыше 102 миллионов тенге. Окончание работ запланировано на июль. Медицинское учреждение рассчитано на 20 ежедневных посещений. Здесь работают врач общей практики, педиатр, акушер, коллаборант и шесть медицинских сестер. Также в Бухаржираусском районе первый заместитель Акима области проконтролировал ход ремонтных работ на дороге Караганда-Аягус-Тарбогатай-Багус. А Салбека Дюсибаева ознакомили исходом строительства моста через реку Кульса и реконструкции других мостов. Выслушав доклады, Салбек Дюсибаев дал руководителям управления и подрядной организации ряд поручений. Андрей Тен, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. 43 объекта в Карагандинской области подлежат приватизации. Среди них и областной центр формирования здорового образа жизни. 15 июля состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о комплексном плане приватизации на ближайшие 4 года. Частные руки будут передавать не жилье, а государственные предприятия. В 2016 году приватизации подлежат 14 организаций, два из которых областные, в том числе областной центр формирования здорового образа жизни. Всего у нас на сегодняшний день насчитывается 23 направления. Служба у нас представлена нашим областным центром, который здесь располагается, в этом здании. Есть службы у нас отделы в городах Тимиртау, Джизгазган, Балхаш. Тимиртау со своим зданием. Балхаш, Джизгазган мы здание арендуем. И 8 районных центров, которые входят в сеть службы. И в городах Каражал и Шахтинск. В рамках предпродажной подготовки проведена оценка рыночной стоимости предприятия. Обязательным и единственным условием является сохранение профиля деятельности. Мы должны в Казахстане, скажем, в нашей области и в других областях Казахстана должны создать атмосферу конкуренции. Все должно быть как в сельскошенном мире. Так, продается в аренду какой-то квадратный метр. Все должно быть открыто, публично. Хочешь заниматься этим бизнесом, значит, пожалуйста, участвуй. То есть, вот это и есть атмосфера конкуренции. Сведения об объектах и их стоимости в активах доступны всем на веб-портале Министерства финансов, а также в средствах массовой информации и социальных сетях. Аделянтаева, Лжас Габасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области готовят к выписке последнего пациента, у которого ранее обнаружили сибирскую язву. Тем временем, в селе Яркандыкщетского района карантин продолжается. В селе функционируют два блокпоста с организацией дезинфекционных барьеров. Медицинский персонал проводит подворный обход с целью активного выявления лиц с признаками заболевания. Санитарные врачи проводят также и разъяснительную работу. Тем временем, из областной инфекционной больницы выписаны все пациенты после выздоровления от сибирской язвы. Об этом сообщила Пресслужба управления здравоохранения Карагандинской области. Таким образом, больных с сибирской язвой в Карагандинской области нет. Нортелео Сиесбай – один из первых заболевших. Вот что он рассказывает. Сначала у меня на руках и в подмышечных впадинах вышли пятна, похожие на укус комара. С каждым днем они чернели и надувались все сильнее. Температура была 38 градусов. В таком состоянии я ходил на протяжении двух дней. Неоднократно обращался в несколько лечебных учреждений, но тогда был день медработника. На сегодняшний день все хорошо, сейчас нахожусь дома. Состояние здоровья стабильное. Асель Сазымбаева, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Интернет-мошенники обманом заполучили 50 тысяч тенге. В социальной сети женщина получила сообщение от своей давней подруги с просьбой перевести ей деньги на указанный новый сотовый номер. Старый якобы временно не работает. А дело очень серьезное. Деньги нужны были срочно. Женщина, недолго думая, отправила своей подруге сначала 20 тысяч тенге, затем еще 30. И только после решила проверить, дошли ли переводы по Киви-кошельку до адресата. Как выяснилось, подруга тут ни при чем. Ее страницу в социальной сети взломали интернет-мошенники. Сообщение подобного характера получили большинство из списка друзей. Теперь Карагандинка пытается вернуть свои деньги обратно. Я в тот момент находилась в Жизказгане, прочла сообщение и долго не думала. Сразу поспешила на помощь своей подруге. Мы долгое время дружим, и сомнений не возникло. В общей сложности отправила 50 тысяч тенге. Конечно, я огорчилась, узнав, что это обман. Теперь пытаюсь вернуть свои деньги. Уже обратилась даже в Алмату, в главное отделение Киви-кошелька. Пока жду ответ. В настоящее время нельзя быть такими доверчивыми. Впереди короткая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует Высокопрочные окна торговой марки «Галвин» И противовзломную фурнитуру «Фарнакс», Которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. В Карагандинской области стартуют обучающие семинары для фермеров. В пяти районах области все желающие фермеры будут обучаться инновациям и основам эффективного ведения агробизнеса. Абайские фирмы «Астроагра» и «Топарские теплицы», а также компания «Найдеровская» в Асакаровском районе примут на своей площадке коллег со всей области. Здесь сотрудники научно-производительного центра зернового хозяйства имени Бараева поделятся знаниями в области земледелия и растительного водства. На базе крестьянских хозяйств из Кенеи Жанбуладжа на Аркинском районе и компании АПХ Сарай-Арках в Бухожиравском районе будет организован семинар для животноводческих хозяйств. А вот как эффективно вести бизнес в коневодческом деле будет обучать в Шетском районе. Принять участие в семинаре может любой желающий. Главное – подать заявку заранее. В настоящее время в Казахстане производственной сельскохозяйственной продукции заняты более 200 тысяч сельскохозформирований. Большинство сельскохозтоваропроизводителей не имеют опыта профессионального знания в той сфере, в которой заняты, либо их навыки узкоспециализированы в различных секторах сельского хозяйства, то есть будь то животноводство, будь то растительство. На сегодняшний день в рамках государственной поддержки уделяется большое внимание повышению агрокомпетенции сельскохозтоваропроизводителей. В реализации этих мероприятий по повышению компетенции на палату Атомикен возложена функция по образованию разветвленной системы передачи знаний для сельскохозтоваропроизводителей. Так, на сегодняшний день при Национальной палате Атомикен создан Центр агрокомпетенции, задача которой признана распространение знаний в сельском хозяйстве. Казахстанский боксер Геннадий Головкин и британец Кэл Брук провели совместную пресс-конференцию, посвященную будущему поединку в Лондоне. Об этом передает сайт sport.kz. Во время пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов. Отвечая на вопросы, Геннадий Головкин заявил, что Кэл Брук – хороший боец, очень сильный и лучший в своем дивизионе. Предстоящий бой для себя он назвал большой проверкой. Промоутер Головкина Том Лефлёр на пресс-конференции заявил, что Геннадий всегда готов на 100%. Он сконцентрирован на каждом бое и никогда не недооценивает соперника. Бой с Кэллом – это новый уровень. Добрый день всем. Я рад вернуться в Нью-Йорк. Предстоящий сентябрь будет иметь для меня большое значение. Когда мой промоутер сообщил о том, что будет бой с Кэллом Бруком, это стало для меня большой новостью, потому что я знаю этого парня. Он очень хороший боец, очень сильный, лучший в своем дивизионе. Это самая большая проверка для меня и самый громкий бой. Так что смотрите его по телевизору. Ранее сообщалось, что в сентябре Головкин будет драться с другим британским боксером, Крисом Юбинком-младшим. Однако промоутеры не смогли договориться о проведении боя. После этого команда Головкина переключилась на Кэлла Брука. Бой состоится 10 сентября в Лондоне. И последнее на сегодня. В связи с высокой температурой воздуха с 10 июля прекращено проведение сельскохозяйственных ярмарок в четырех местах Караганды. Такое сообщение распространил городской Акимат. Ярмарки местных сельхозпроизводителей временно прекращены на площади перед торговым центром Гринмарт, перед магазином Юбилейный, на площадях перед пришахтинским торговым домом Орталык и магазином Феникс в сортировке. В этих местах будут реализовываться только куриные яйца. Вместе с тем власти сообщают, что на территории рынка Отау, район Старого аэропорта, еженедельно по выходным проведение ярмарок будет продолжаться. Участникам ярмарок будет представлено холодильное оборудование. На ярмарке будет реализовываться продукция предприятий города и сельских товаропроизводителей области по ценам на 10-15% ниже среднерыночных. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Сау Белмстар. Редактор субтитров А.Семкин